Девушки отдыхают Ну, естественное дело хайпануть А как ты думал? Иначе таким каналом, как я, не выжить Да-да Так, поприветствуйте ТОК-2 Мало кто знает, что когда-то давно ТОК был один И был он ровно по вот эту половинку Но потом другой ТОК не встраивался с управлением И впилился ему в жопу, и получилось два ТОКа Просто иных причин быть этому танку настолько длинным я не вижу В этом ролике меня будут бить, насиловать и унижать Потому что я вот перед тем, как вот это записывать Покатал пару каток Ну, чисто так Превьюшку запилить Знаешь что? Лучше бы я этого не делал Сейчас бы ехал в бой Наивной надежде, что я тут всех сейчас победю На мощном танке А ведь танк по описанию реально мощный У него, вдумайся, 94-х миллиметровый хобот Это как у Тортоиса Я сначала подумал, что это Тортоисовский хобот Но этот покороче, оказывается Калибраж поменьше Имеет пробитие в 200 единиц И при этом Это мне повезло У него там БК находится Потому что снаряд сплошной И в отличие от снаряда Тортоиса Который убивает противника просто на повал Ты меня не видишь Видишь? Ну, это мне тоже повезло, будем считать Вот В отличие от снаряда Тортоиса Который убивает противников на повал Этот снаряд не должен убивать противников на повал И в первой катке он этого не делал Но тут назло мне он начал убивать Вот Ахуенно Это что сейчас было? Это откуда? Это кто? ставим ромб ему похуй на мой ромб кто-то вырастил блядскую занавеску и нихрена не вижу да 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 вот там вот там оттуда стреляют убивая вас кирик прикольно выехал заехал и так подвижность внимание 14 километров в час это его максималкой я не ездил на ты 92 мне кажется что он несколько быстрее тоже его убьешь ешь молодец что ездить на танке со скоростью 14 километров в час максималка я по моему еще не ездил я просто понять не могу что это такое это не тот самый нет это не тот самый это проходу с длинным длинно ствольный шерман и тут бы было очень в тему поговорить о броне этого танка но тут не о чем говорить ну что какой смысл говорить о том чего нет тем более он товарищ вообще не чувствует у меня брони и так вот это вот все что во лбу имеет плюс-минус 100 миллиметров это неплохо потому что это практически тигр тем более беру только целых 5 и 3 а это тот самый берс которого совсем недавно пинком под зад выгнали тигра х вот броня в башне варьируется от 100 с копейками до меньше как ты понимаешь большинство противников будут драть тебя что в лд что что в башню и абсолютно 1 хуй стена можно попытаться ромбануть ромбануть так у него борта такие неадекватные что-то пробить наверное невозможно но зачем если у тебя есть огромная башня в которую тебя будут шатать вообще без задней мысли кстати задний ход минус 14 тоже привет фердинаду porsche мне все нравится можно ездить передом назад и задом наперед попался чья изначально собирался ехать в бой жопой вперед но тут в принципе в этом нет смысла если что лбом ты ромбанешь разве что надеяться на то что противника скажем так воспрянут гейские позывы и он во что бы то ни стало захочет застрелить тебя в жопу и тогда он просто заебется потому что ну как бы тут трансмиссия неебическая силовая установка то чтобы дострелиться до экипажа нужно охуеть да забыл сказать еще один плюс а минус это количество экипажа 8 рыл но эти 8 вырыл собраны в такую кучку что если туда хорошенько плюнуть то забрызгать всех впервые в тундре я такое вижу что с помощью модификации можно лишить его орудия и пулеметов то есть в стандартной комплекции он идет с дополнительным с дополнительной пушкой вот тут вот где-то в корпусе 70 с хрена миллиметровой вот и парочкой пулеметов которые не стреляют я вот в первый бой вышел на тоге увидел что все играют без этой пушечки а пушечка стреляет только дымовыми снарядами я так подумал дымовые и ладно это полезная вещь оказалось улитки в очередной раз обосрались потому что на этой пушке нет возможности убирать количество снарядов которые ты загружаешь этих домовых у тебя сразу заряжается full бака а full бака это огромные такие пачки снарядов которые естественно сдетонируют выбрать 5-10 дымовых снарядов пока нет возможности хотя может и сделают короче пушку пришлось убрать а хотелось бы ее оставить и хотелось бы хотя бы фугасов туда зарядить чем жалко что давай только без бомб да блять а мне и бомбы не пригодились где-то падла стояла откуда он там вылез как у хрена его не крысу с обыкновенно за три пизды через десяток домиков отлично так хочу я хуже всех я тоже попробую по канонам ехать тем более закинула меня глубоко в жопу так что шо передом назад шо задам наперед один хрен пока этот танк сумел меня удивить причем как в хорошем так и в плохом смысле плохом имеется ввиду что ну я-то надеялся что это огромная сосиска хоть как-то будет жить я до этого не знал расположение членов экипажа думал ну тут как вот где-то в центре там вот бильярд стоит чуть в конце сауна с девками а поближе к башне ну там уже бар с бухлом как бы все немножечко разместились в танке там разбрелись по нему и убить его с первой тычки не выйдет а вы оказывается вот так вот его просто долбят в лицо и она умирает в хорошем плане я так как и большинство из тех вот это вот смотрит помнят тога конечно же из картошки потому что он одновременно мемные легендарные самый всратый танк который ты можешь иметь ой блядь это что такое было ага вот блин пригожин где твои танки блять вот его танки еще не пробивается сука мой 94 миллиметровый снаряд нихуя ему сделать не может он в таком царском ромбе что пиздец а у самого у него орудия уж точно меня пробьет отлично че ты хобот отвернул вот ты поиграл маленький постоишь теперь я буду думать куда тебе убивать сосочек отчет вышли стрельнула 1 не не берется еб твою мать еще один приехал на сколько можно пригожина таки убили бывает да что сыгры какая-то херня сегодня она начинает периодически подлагивать терять кадры это не моя вина я хрен его знает такого раньше не было так ты чё-то гудит но эта цель мне по зубам так вот на чем я остановился я же разговаривал о картошке токе в нем а вот оно как ладно не знал что так можно картошки ток если вдруг кто не знает это это пиздец в картошке ток это пиздец который живет только ради того чтобы вот он выехал в бой раздал всем свои хп шки потому что там же стрельба как организовано ты стреляешь из болтающегося в разные стороны резинового дилда который в котором проделали отверстие такое и вот примерно так орудия в картошке и работают никогда не знаешь куда этот резиновый дилда стрельнет вот и хп шки и ты вот на тоге едешь у тебя хп шаг много и в тебя все стреляют всем радостно ты стреляешь во всех и тебе не радостно ну что ну говно а тут девяносто четырех миллиметровый хобот там 100 миллиметров баранина на 5 и 3 думаешь ну блять имба щас будет насиловать пока что-то все в обратную сторону движется опа привет зато всякой мелочи в ваншот раздает просто супермен полять ладно еще постоим подумаешь я как бы что еду что стою примерно одна и та же скорость передвижения отлично отлично откуда где он на эпоху мне нравится как меня систематически закидывает глубоко в очко пока что мне хочется назвать этот танк ужас мчащийся на крыльях немощи потому что но откровенно говно хороший подзатыльник получился не безобразничай я за тобой приду а подожди мне этим выстрелом пусть выселила три рыла этим выстрелом прикольно далеко собрался то есть он не танчит он просто разменивает экипаж все как в картошке только там хпшки тут экипаж перерыва вынесла у меня еще опять есть правда опять забыл развернуться к ивану задом ой как он посмотри как он разворачивается даже представляю какие там усилия на двигатель двигатель тут наверное от паровоза стоит знаю он должен разгонять эту машину до сверхзвуковой скорости они вот это вот вот он крысук попался маленький она придется мне . отхватывать хотя очень не хочется я еле сюда доехал сейчас наверх подниматься будет вообще какой-то безумие блядь не не попал я за домом ага тебе еще одна бомба есть угомонись увернулся еще делает вот этот долбоеб с крыльями которые тут летает на своем и знаешь на этом танке не хочется второй раз полнется его час исполнился и очень жалею что ехать на нем даже на такой маленькой карте куда-то вперед последнее дело вот и попался отлично пробьет не пробьет ну все о блядь ты кто такой о нимба приехала смотри-ка а у нее дымы есть вот это вот хуёвина дымы есть а у меня их нет и она просто приехала сделала пыш пыш сломала мне пушку и убежала а знаешь что в р3 т20 пушку теперь ломать не умеет а вот это вот хуйня умеет а за за и это хуйня бром ниже чем р3 т20 а за за блядь снова разработчик не дрочит советом а за за блядь опять она прет а у него еще дым завеса походу из жопы прет отлично блять чем больше играю в эту тундру тем больше у меня создается образ в мозгу что вот сыт разраб в позу раком а впереди у него значит пристроился товарищ совет охуеть а спонсор оборвавшегося на самом интересном месте боя молния в стол молния в стул пизданет единственный раз за ночь зато так чтобы электричество выбило до следующего полудня хотел сделать ролик пораньше хуй тебе и на в принципе догадываюсь в чем причина вы же знаете с кем бог да рассказывать не надо и вот я начал гнать на советов и мне просто заткнули рот молнией хотя учитывая что молния вырубила электричество только так сказать здесь по местности вокруг меня то становится уже не смешно да кстати как вам мой модный лук я превратил этот бесполезный кусок говна в стол показов теперь на нем можно увидеть все изобретения человечества в том числе и аниме так запомнил этот момент на следующей неделе будет причина его вспомнить так сказать не обращай внимание тачпад задел также мои союзники оху хлорых приехал тут как бы что передам назад что задам наперед 1 хуй сюда передам назад передам вперед передам вперед ты едешь и у тебя сначала вылазит огромная жопа и из-за того что камера вот за жопой ты все равно ничего не видишь по сторонам как же это долго я не буду удалять этот ролик вы должны знать что такое ток 2 и почему вот подобная карта и подобные люди должны тем нахуй скип вот как по мне разработчик вел свои объемные снаряды с одной целью чтобы намекнуть тебе лёхе эй молодой ты теперь не будешь убиваться с одной тычки в пиксель можешь попытаться действовать активнее а не стоять как блядская сосалка за поворотом весь бой ну как видишь это ни на что не повлияло блядские сосалки как стояли за поворотом так и стоят а кстати еще один охуеннейший мув со стороны разраба вот вот это вот белое пятно блять даже сделать карту вот так вот допустим восток был на севере запад на юге уж поверьте все абсолютно до пизды как он на самом деле было и было ли она самом деле так как вы нарисовали здесь первую очередь удобства удобства геймплея да и когда ты едешь атаковать противника тебе в глаза хуярит солнце но это как минимум неприятно конечно не так неприятно как раз узнавать то что этот кусок ёбаного кала пробивается всеми вокруг и ты просто не успел поднять свою хуевину потому что поднимается на тысячу лет ваншот просто на пуху и это говно мопать знаешь я рисовал превьюху до того как начал накатывать на этом танке и вот последнее слово превьюхе у меня было под вопросом карандашом так сказать я его написал неиграбельный это оказалось пророческим словом не просто неиграбельный он хуёвый я не знаю будет ли кто-нибудь своем уме накатав там пару дней после обновы поняв что он получил ёбаный кусок кала заходить на этот танк еще когда-либо мне кажется нет я по-моему кого-то видел не сообразил это потому что 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 солнце хуярит в глаза и я не особо не понимаю танк горит или это у меня в глазах горит отлично т-34 ромб блять т-34 просто пиздочек и бальник и не ебёт а это час закончил значит и нужно весом сломан давай давай ну гусля подумаешь стрельнуть я в него не могу что пушка у меня сломана ну давай по идее я смотрю на него носом и у меня броня выросла посмотрим как это на практике на практике это нихуя внимание куда ты 34 85 эту имбу пробила без комментариев так вывод насчет тогана ну не буду ходить вокруг да около это это говно причем она неисправимая да у него есть отличное орудие ну как отличное относительно неплохое пробитие в 200 более чем на этом бэре сплошные снаряды правда но а случая к случаю они ваншоте скорость скорость никакая сочетание с невероятными размерами это делает из танка просто бонус код на урон самое обидное то что его ты не исправишь потому что кидать его бром ниже это значит замучить рандом а здесь на 5 и 7 наверное не существует того танка который не пробьет его хочешь в башню хочешь в корпус ромбануть ты сможешь да но какой смысл тебя пробьют в башню и из последних ты видел что я даже три четверка в башне считаю абсолютно пизды в общем я выкачал этот танк только для того чтобы записать по нему ролик больше на него никогда не сяду те кто выкачал его просто так я вам соболезну это просто бесполезный брелок в копилочку на этом все